В доме по улице Шверника 10 Татьяна Бакульна проживает 32 года. Детский сад, рассказывает женщина, планировали возвести на общей дворовой территории еще в 1988 году, когда росли ее дети. Тогда проект не реализовали. Сегодня жительница Самары искренне рада тому, что дошкольное учреждение все же может появиться. Конечно, за. И очень рада буду. Столько разговоров о повышении деторождаемости, демографии. А действительно для детей же надо создавать условия не только разговорами. Жалко, что дети выросли, внуки выросли. Не придется у него в этот садик обращаться. Детские голоса нас будут и радовать, и аура будет другая совсем. Инициативу строительства детского сада жители квартала в границах улицы Шверника в основном поддерживают. Правда, мнения среди опрошенных встречаются разные. С одной стороны, детский сад, конечно, хорошо. Дети и площадки, как мы видим. Но, с другой стороны, надо все взвесить. Если все будет реализовано как здесь, а не как как-нибудь иначе, скажем так, то звучит заманчиво. Ежедневно волонтеры успевают зайти в несколько подъездов и опросить как можно больше жителей. Нередко выступающие против беспокоятся о нехватке парковочных мест в случае строительства детского сада. Но, увидев амбициозный проект на картинке, меняют свою точку зрения на противоположную. Территория окружающих будет обыкновенной. Будут парковочные места, расширение дорожного попрытия, детские площадки, соответственно, освещение, видеонаблюдение на детском садике. Ранее встречи с представителями инициативной группы, жителями окрестных домов, прошли в администрации города. В диалоге приняла участие глава Самары Елена Лапушкина, активисты Общероссийского народного фронта и представители профильных департаментов. Стороны договорились провести поквартирные опросы и узнать мнение каждого. В итоге проект благоустройства двора разработали с учетом строительства детского сада. Жители предложили обустроить во дворе детские спортивные площадки, добавить парковочные места, обновить пешеходные дорожки, лавочки и освещение. Я думаю, здесь как раз самый оптимальный вариант. Детсад, благоустроенные площадки. То есть тот самый вопрос, который говорит о том, что социальные проблемы у нас, в общем-то, решаются. Мнения разные, но основные мнения, конечно, за строительство, потому что благоустройство территории многим нужно. Ну и строительство детского сада может разгрузить соседние сады. Будет ясельная группа, кстати, что является как бы тоже плюсом большим. Вместе с дошкольным учреждением во двор придет благоустройство по лучшему дизайн-проекту. Появится около ста парковочных мест и прогулочные зоны. Пока же волонтеры и представители городской власти продолжают поквартирные опросы жителей, которые еще не успели высказать свою позицию. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.